Мы создали в Notion таблицу. Пока выглядит не презентабельно, но за мной читатель, как говорил Михаил Афанасьевич. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Займемся заполнением таблицы. Название можно подлиннее, хотя хронометраж надо бы вывести в отдельную графу. Хронометраж в минутах. Это у нас будет число. Описание длинное, но мы его наверное уберем впоследствии, поскольку собственно графа таблицы нужна для того, чтобы к записи перейти, а не для того, чтобы ее тут рассматривать. Вот так выглядит запись. Здесь же можно заполнять поля, не заполненные в таблице. Собственно, это карточка, страница, не знаю как назвать. Это единица представления информации, а таблица нужна, чтобы ее найти. Но только формат числа тут, наверное, неверный. Он не понимает тире. Больше, кстати, ничего подходящего нет. Ну пусть будет просто текст тогда. Ну и можно заполнять дальше. Видите, он автоматически проставил и дату заполнения, и автора. И дальше просто выбираем. Что-то он не подхватил второй тег. Наверное, интер забыл нажать. Вообщем, кстати, и не нужен здесь. Ну, этот столбец. Понять запущена ли рубрика, можно потому, есть ли дата запуска или нет. Тут, кстати, наоборот, если быть точным. И давайте еще добавим графу бюджет. Не любит он буквы в числах. Да. Соответственно, здесь в карточке можно двигать поля. На положение в таблице это не сказывается. И вот здесь мы можем выбрать, какие графы в таблице нужно отображать. Описание, например, у нас длинное. Зачем раздувать таблицу? Описание сотрудник прочитает, если перейдет к карточке проекта. Можно, кстати, ввести еще одну графу. Краткое описание. И еще какие-нибудь графы, которые не очень важны, можно отключить. Так, давайте добавим краткое описание. Это текст. А бюджет выставим. Это рупии. Вот, рубли. Все. Карточка заполнена. Можно развернуть ее во всю страницу. Будет выглядеть вот так. Можно даже добавить обложку, чтобы выглядела совсем как страница. По сути, кстати, это страницей и является. Мы можем, например, взять URL этой записи и вставить его. Тут нельзя, к сожалению, как активную ссылку. Форматирования тут нет. Ну, то есть она будет активной, но нельзя вставить ее корнем ссылки. Но при переходе открывается прямо как страница. А если вставлять ее на страницу, то можно еще и вот так оформить. Вообще красота. Но понятно, что просто красотой тут ничего не ограничивается. Смысл базы данных в том, что вы эти данные можете по определенным принципам из нее доставать. Самое простое — это фильтр. Я говорил, что вот эта графа состояния на самом деле не очень нужна. Мы можем добавить фильтр, например, по наличию или отсутствию даты запуска. То есть вот все записи, где дата запуска является конкретным днем. Так как день не указан, он выдаст все записи, где есть хоть какой-то день. Вариантов тут много. Это уже вам наводка, как сделать из Notion Task Manager. Удалим. А вот, например, фильтр, который выведет все записи, где нет даты старта. То есть дата запуска из empty. Пуста. Предыдущий фильтр можно было бы сделать из not empty. Не пусто. Было бы то же самое. А вот. Даты запуска нет, значит проект не запущен. Кроме того, тут есть сортировка, но пока сортировать тут нечего. Но и это еще не все. Всякий раз настраивать фильтры, согласитесь, неудобно. И для этого тут есть представление. Я говорил, что вы можете выбрать разные представления под разные задачи. Сейчас удалю, чтобы не путаться. У вас тут будет только дефолт. Вот так. И давайте выберем BoardView. Изначально это карточки Kanban, но что мы сейчас видим? Мы видим сортировку проектов по степени сложности. Само собой, кстати, выскочило. Можно группировать проекты по состоянию, но мне больше нравятся по уровню сложности. И так мы это и назовем. Причем здесь также можно выбрать, что отображать в карточках, а что нет. Важная вещь в данном случае бюджет. А все, что не имеет уровня сложности, то уже запущено. Давайте создадим теперь галерею. Хотя галерея тут совсем не нужна. А создадим лучший лист. Просто список. Добавим в него дату запуска и краткое описание. И назовем запущенные проекты. Поскольку сейчас настроим фильтрацию. Фильтрация по наличию или отсутствию даты запуска. Отлично. У нас появился список запущенных проектов. И давайте добавим еще список незапущенных проектов. Опять же фильтр. Дата создания из empty. пропало все. Почему? Запущенные есть, незапущенных нет. А, дата создания. Ну конечно. Это же дата запуска должна быть. Вот. Таким образом у нас есть default view. Надо кстати тоже переименовать. Это удалить. А это назовем все проекты. То есть у нас есть все проекты. Проекты с сортировкой по возможности реализации. Запущенные и незапущенные. А тут надо добавить description с описанием того, как добавлять проекты. На что обратить внимание. И где посмотреть, что запущено, что не запущено. И где сортировка по степени реализации. Вот такая получается петрушка. И можно добавить еще какую-нибудь обложку. А вот красота неописуемая. Таким образом разобравшись с таблицами, продумав систему фильтрации и внутренней перелинковки. Вы можете решить практически любую задачу по структурированию базы знаний. Пользоваться шаблонами от Notion наверное не обязательно. Они все на английском и там долго искать подходящий, так как их там много. Проще делать самостоятельно. Не буду рассказывать, хотя очень хочется, что можно понапридумывать. Ну какие-то еще секретики в следующем видео. Плюс разберемся с правами доступа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова